По словам сотрудников ГИБДД, основной часть их ежедневной работы занимает профилактика правонарушения на дорогах города, а не наказание водителей за те или иные нарушения правил. С наступлением теплой погоды под особым контролем у дорожной полиции водителей мопедов и велосипедов. Зачастую, ну скажем так, процентов 80 нарушений, совершаемых велосипедистами, скажем так, у нас в городе, да, это проезд пешеходного перехода на велосипеде, что категорически запрещено правилами. И зачастую люди даже, скажем так, уверены, что если он едет на велосипеде, да, вот, он при равнице к пешеходам. Не стоит забывать, что велосипед, так же как и мопед, мотоцикл и автомобиль – это источник повышенной опасности для пешеходов и его места на проезжей части. Однако двигаться по тротуару велосипедист все-таки может, и такие случаи в правилах четко описаны. Дети до 7 лет вообще должны двигаться только в пределах пешеходных зон, допускается им двигаться только там по тротуарам. Вот, ну, ни в коем случае без выезда на проезжую часть. Далее, там, лицам от 14 до 7 лет возможно двигаться то же самое только по тротуару. И, соответственно, по тротуару еще допускается двигаться лицам старше 14 лет, если они осуществляют сопровождение ребенка. Также, по словам полицейского, двигаться по тротуару можно, если отсутствует возможность проехать по дорогам общего пользования. Например, если на проезжей части произошла авария или идет ремонт. Во всех остальных случаях на велосипедиста будет составлен протокол и выписан штраф в размере 800 рублей. Кирилл Васильев, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.